Продолжение следует... Им все более трудно будет его воспринимать, и в конце концов мы видим, что Господь этих людей уведет в плен. И Исаия спрашивает, а сколько же я буду этим заниматься? И он говорит, Бог отвечает ему, что это практически десятки лет до того, пока и совершится пленение, о котором было предсказано пророками. Так вот, сразу после того, когда Господь призвал Исаию, начинается описание его служения. Мы не знаем точно, сколько прошло времени между шестой и седьмой главами. Возможно, это было сразу, возможно, это было несколько лет. Но Дух Святой через пророка представляет нам эту историю для того, чтобы показать нам, в чем же заключалось это служение. И это служение практически касается нас с вами сегодня. История, о которой мы будем говорить сегодня, она связана с иудейским царем Ахазом. Дело было примерно в 735 году до рождения Христа. И я хочу напомнить вам о том, что 200 лет до того, 200 лет до Ахаза, примерно 200 лет до Ахаза, царство еврейское, израильское, разделилось на две части. Вы помните, что нижняя часть – это то, что касалось колена Иудина. Вот, посмотрите, вот это было все израильское царство. Здесь вот аманитяне, здесь мавитяне. Вот это все было когда-то Израилем. Это филистимляне, вот здесь цари Тирские, Сидонские. Так вот, вот эта большая часть отделилась. Столицей этого государства стала Самария. А вот эта часть со столицей в Иерусалиме остались верными тому, чтобы поклоняться Богу Израиле, тому, чтобы быть продолжателями всех обетований, которые Господь оставил Израилю. И среди этих обетований было самое главное. Бог говорит, я буду вашим Богом, вы будете моим народом. Бог обещает, что если они будут исполнять заповеди, которые Он дал им на Синае, то Он будет благословлять их, Он будет с ними. Но дому Давида было дано особое обещание. Кроме Синайского завета, был еще Давидов завет. И Бог обещал, что потомки Давида будут занимать трон Израиля навечно, это во-первых. Во-вторых, каждый из царей, который является наследником Давида, наследником престола, он имел причастность к завету. То есть, сам Бог обещал ему, я буду с тобой, я буду тебя благословлять, я буду благословлять твое царство, я буду для тебя точкой опоры. К сожалению, очень многие из потомков Давида, которые занимали его престол, они отвернулись от Бога, и как результат, вместо того, чтобы полагаться на Него, они искали точки опоры в различных человеческих ресурсах. Вот именно к таким царям, прежде всего, Бог и посылал пророков. Пророки, подобные пророку Исаию, они шли к этим людям, и они свидетельствовали о Божьем пути, они свидетельствовали о заветах, которые были, они говорили о том, насколько важно быть верными Богу, они говорили, насколько важно искать Господа. Так вот, одним из таких царей был Ахаз. Для того, чтобы немножечко точнее понять, кто этот человек, я хочу прочитать вам буквально два отрывка. Один из четвертой книги царств, где описана жизнь и история этого царя, и второй из второй книги паралипоменон, где есть параллельное описание этой же истории. Так вот, четвертая царств, 16 глава, со второго стиха мы читаем об Ахазе следующее, просто чтобы иметь представление. «Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских, то есть тех, которые в северном царстве отступили от Бога. И даже сына своего провел через огонь. Провел через огонь, это означает, что он в жертву принес его молоху, как это делали языческие народы, которые вокруг него, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израиля». То есть Ахаз был одним из тех царей, который под влиянием окружавшего мира быстро воспринимал их ценности и, к сожалению, жил этими ценностями. Кроме того, написано о том, что этот царь однажды путешествовал и увидел красивый языческий жертвенник, и он взял чертежи этого жертвенника, привез к себе в Иерусалим и заставил священника сделать такую же копию языческого жертвенника, убрал тот, который был установлен Богом, отменил, поставил свой собственный. И даже языческий царь пришел и приносил жертву на этом языческом жертвеннике в храме Дома Господнего. Вот такой был этот царь. Немножечко подробнее нужно посмотреть на ситуацию, в которой они находились. Как я уже говорил, в Северной Израиле располагалась Северная Иуда, Царство Израиля, 10,5 колен. Еще немного на северо-восток располагалась Сирия. Если ты включишь еще раз карту, это будет полезно увидеть нам эту картинку. Посмотрите, вот здесь Киндомов Арам Дамаскус – это Сирия. Вот еще выше – Ассирийская империя, и мы еще к ней вернемся. Так вот, вот эти два царя, воспользовавшись ослаблением царства Иуды, Иудеи, после Озия правил долго и прочно, а потом его сын и внук Ахаса, они ослабили это царство. Что они стали делать? Они совершали набеги один-один по отдельности. Израильтяне нападали на Иуду, и сирийцы нападали на Иуду, и они взяли достаточно много людей в плен и захватили много имущества. Второе про Липоменон, 28 глава, 5 стих. «И предал его Господь Бог в руку царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был он предан, и тот произвел у него великое поражение». Теперь проходит несколько лет, Ахас уже находится в достаточном страхе от своих северных соседей, но главные трудности еще впереди. Эти трудности были связаны с Осирией, которая еще на северо-восток дальше расположена. Это государство известно по имени столицы его, Ниневии. Специальная книга Ионы посвящена этой теме. Ассирия стала набирать, усиливать свое влияние, и как это было всегда тогда, хотя и в наше время что-то подобное происходит, усиливается государство, и оно начинает захватывать народы, которые рядом, подчинять себе народы все больше и больше. Сирия и Израиль боятся, вот эти два царства, сирийское и израильское, боятся, что Ассирия сейчас начнет расширяться, и их подомнет под себя. Они решают сделать коалицию, и в эту коалицию пытаются включить и царство Иуды. Но так как иудеи недавно еще воевали и с Израилем, и с Сирией, Ахас отказывается войти в эту коалицию. В результате, для того, чтобы как-то противостоять всему этому, что делает Ахас? Ахас пытается договориться напрямую с ассирийцами в том, чтобы у них были отношения, договор, мирный договор, и чтобы ассирийцы помогли ему противостать против этих царей. И вот что происходит. 28 глава 2 параллельпоминон, 16 стих. В то время послал Ахас к царям ассирийским, чтобы они помогли ему. 20 стих. «И пришел к нему Фиглас Фелессор, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему». Вот почему. Потому что Ахас взял сокровище из дома Господнего, из дома царского и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. В тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом. Он царь Ахас. Заметьте, что происходит. Усложняется жизнь, усложняется обстоятельство у этого человека, который был наследником завета Давидова. У этого человека, который знал о том, что есть Бог, он знал, что есть закон Божий, он знал, что можно обращаться к Богу и Богу доверять. И вот несмотря на все это, вот этот человек, когда возникает проблема, он не к Богу обращается, а он обращается к царю ассирийскому, он ищет решение земного этой проблемы. И для того, чтобы достичь этого решения, денег нет, что он делает? Он берет и забирает ценности из храма, посвященные Богу, освященные ценности, забирает эти ценности и отдает в уплату царю ассирийскому. Ну, посмотрите, как здесь написано. Ну, этот царь ассирийский пришел, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему. Написано, почему? Потому что царь ассирийский, царь Ахас, он пошел на греховный путь. Он забирает Божьи и отдает людям для того, чтобы их купить, чтобы они обеспечили ему безопасность. И вот в этой истории, и приходим мы к седьмой главе. Седьмая глава книги пророка Исаия, я попрошу вас откройте, пожалуйста, ее в вашей Библии. Она говорит нам о трех, и мы будем в седьмую и восьмую главу, хотя, в принципе, седьмая, восьмая, девятая и десятая, они говорят об одном событии, об одном времени. У нас не будет времени сегодня на девятую и десятую, если Господь позволит, когда-то мы коснемся. Мы посмотрим сегодня только на эти две главы. Начинается она с опасности, описание опасности, в которой находится Ахас. Вот как это звучит здесь с первого стиха. «И было во дни Ахаза сына Иофамова, царя Озии, сына Озии, царя Иудейского». В общем, Ахаз был внуком Озии. Но тогда использовали эти фразы, когда они называли внуков сыновьями, потому что это потомок, другими словами. «Рецен, царь сирийский, и Факей, сын Рималин, царь израильский, пошли против Иерусалима». То есть вот эти два царства объединяются, и они говорят, «Не хотите вместе с нами воевать против ассириан? Мы сейчас вас захватим сначала, и потом вместе уже будем противостоять ассирийцам. Пошли, чтобы завоевать Иерусалим, но не могли его завоевать. И было возвещено дому Давидову, и сказано, «Сирияне расположили в земле Ефремовой, и всколебало сердце его и сердце народа, его как колеблются от ветра деревья в лесу». Что получается? Эти люди приходили уже, воевали, они не смогли захватить Иерусалим, а теперь они по отдельности приходили, а теперь они собирают войско, объединенные войско. Посмотрите, возвещено было дому Давидову и сказано, «Сирияне пришли в землю Ефремова». Земля Ефремова – это Израиль. Почему Ефремова? Потому что колено Ефремова – одно из самых доминирующих колен в Израиле, вот в этом северном царстве, поэтому оно называется «Земля Ефремова». И когда Ахаз увидел, что там накапливаются войска, что его стране угрожают, посмотрите, что написано, «Всколебало сердце Ахаза и всего народа иудейского, как колеблются деревья от ветра в лесу». Ахаз потерял точку опоры. Он уже пробовал купить ассирийцев, это не сработало. Он понимает, что положение более чем серьезное, ему нечего противопоставить этой угрозе. Это положение, в которое очень часто оказывается каждый человек на земле, каждый из нас. Очень часто мы попадаем в подобные ситуации. они могут быть разными. Это могут быть ваши дети, которые ведут себя не так, как вы считаете правильно. И вы смотрите, вы видите в этом угрозу, и сердце колеблется. Там могут быть друзья, которые отвернулись от вас, и вы видите, и сердце колеблется. Это могут быть сплетни, которые о вас распространяются. Это может быть болезнь. Это может быть болезнь ваших близких. Это может быть потеря работы. Это может быть что угодно, происходящее в нашей жизни, что ставит нас вот в подобное положение, когда мы не имеем контроля над угрожающей нам опасностью. И вот в этот момент, что станет точкой опоры нашей, что станет точкой упования, будет играть ключевую роль в определении результата в нашей жизни. И вот здесь мы переходим к этой второй основной части этой главы, это точка упования. Третий стих. «И сказал Господь Исаий, «Выйди ты, и сын твой, Шеар-Ясу, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу в поле Белинничему, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина и Сириян, и сына Рималия. Сирия, Ефрем и сын Рималин мышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею и возмутим ее, овладем ей, овладем ей, и поставим в ней царем, сына Тавиилова». Имена в то время имели особый смысл. Имя первого сына Исаия отражало надежду, шеар-Ясу означало «остаток вернется». Скорее всего, это было связано с концом шестой главы. Помните, в шестой главе мы говорили о том, что Бог посылает его на служение и говорит, что тебя не будут слушать. Ну, в самом конце, в 13 стихе, он говорит, ну, все-таки корень будет, который, это святое семя, святой корень, который останется там, который выживет. Возможно, как я думаю, между шестой главой и седьмой прошли годы, прошло несколько лет, возможно, что у Исаии уже был сын, или же он дал этому сыну это имя после того, когда он получил это откровение, это второе имя, так скажем. Теперь смотрите, Исаия идет со своим сыном, не знаем, сколько ему было лет, навстречу Ахазу, когда тот осматривает надежность водопровода, то есть к концу водопровода верхнего пруда. Кто бывал в Израиле, вы слышали, наверное, неоднократно важность, особенную важность наличия воды в городе. Если в городе нет источника воды, город не продержится и нескольких дней. Если же у них есть вода, и вот в Иерусалиме был источник воды, который был за городом, сначала и потом построили стену вокруг этого источника и провели водопровод, чтобы город мог снабжаться водой. Поэтому, когда Ахаз идет к концу водопровода верхнего пруда, Ахаз не просто прохаживается, Ахаз осматривает надежность города, способность его выстоять против осады, которая неизбежна будет. Он точно знает, что блокада будет, ему нужно продержаться как-то в этом городе. И вот здесь, в этой точке, к Ахазу звучит слово от Господа. Наблюдай и будь спокоен. Да не унывает сердце твое. Это удивительное дело. Несмотря на то, что Ахаз забыл Бога, несмотря на то, что он не служил Богу, Господь обращается к нему как к наследнику трона Давида для того, чтобы сказать ему, у тебя есть точка опоры, ты можешь к ней обратиться. Этой точкой опоры является Яхва, его завет, Авраамов завет, Синайский завет и Давидов завет. Его обещания, которые были даны Аврааму и потом были даны Давиду. То есть Бог через Исаию призывает Ахаза, посмотри на эти обещания, на это основание, которые есть. Обратите внимание, как он называет царя Израильского. Северное царство Израиля часто назвали Ефремом, как я уже сказал, но он называет царя Израильского не по имени, а он подчеркивает, он говорит, посмотрите, сына Рималиина от разгоревшегося гнева Рицина, Рицина – это царь сирийский и сириян, и дальше и сына Рималиина. Дальше Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло. Это есть причина, почему именно так Исаия называет, почему? Потому что Ахаз сын чей? Он сын Давида в конце концов. Он сын Озии, хорошего царя, который был подчеркнут. Но Озии является наследником трона Давидова. И когда Исаия обращается и называет этого человека сына Рималиным, он говорит, у этого человека нет никакого основания уповать на Божью силу. Он его не по имени называет, он называет, он подчеркивает, что он вообще никто. Он самозванец, он захватил власть вместе с теми, кто был до него. А ты являешься наследником трона, престола, который Бог сам утвердил. То есть, будучи сыном Давида, Ахаз имел право на благословение, которое Бог обещал Давиду. Он мог возложить свое упование на Яхве. Яхве, будучи верным своему завету, был готов защищать и охранять Иудею, если ее царь и люди будут возлагать на него свое упование. Интересно, что Бог сообщает Ахазу, что, согласно его плану, Сирия и Израиль не только не завладеют Иерусалимом, но в скорости сами потеряют власть. Посмотрите, если мой стих. Ну, Господь, Бог так говорит, это не состоится, не сбудется. Он, во-первых, называет их головнями дымящимися. Вы знаете, когда палка сгорела, дровеняка сгорела какая-то и осталось обуглившееся что-то там, которое дымит только. То есть, он говорит, их время уже прошло, они уже перегорели, они уже только дымят, от них, кроме дыма, больше ничего нет. И дальше, говорит, это не состоится, не сбудется, то, чем они угрожают. Ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рицин, и дальше смотри, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, то есть, Израильское царство, перестанет быть народом вообще. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии, сын Рималина, опять он избегает его имени, он не называет его по имени, он снова называет его сыном Рималиным, подчеркивая его абсолютную нелегитимность. И вот дальше наступает ключевая фраза, которая, к великому сожалению, в синодальном переводе переведена неточно. Здесь написано, если вы не верите, потому что вы неудостоверены. Это один из возможных вариантов перевода, но очень-очень маловероятный. Я вам сейчас покажу, почему это так. Посмотрите, я привел здесь вам пять английских переводов. Почему я пользуюсь английским? Потому что многие очень люди здесь понимают по-английски. Посмотрите, ESV, как перевод. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. То есть, если вы не тверды в вере, вы не будете тверды вообще. King James version. If you will not believe, surely you shall not be established. То есть, если вы не будете верить, вы точно не будете утвержденными. NASV, это New American Standard version. If you will not believe, такой же вариант почти, как в King James, you surely shall not last. Если вы не будете верить, вы точно не устоите. Net Bible, New English Translation. If your faith does not remain firm, then you will not remain secure. То есть, если ваша вера не будет твердой, вы не будете сохранить свою безопасность. NIV, еще один. Я взял самые разные переводы, разные философии переводов. Посмотрите, везде, абсолютно везде один и тот же мотив. If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all. Если вы не будете твердо держаться в вашей вере, вы не будете стоять вообще. Поэтому точнее нужно эти слова перевести следующим образом. Посмотрите еще раз 7 глава, 7 и 9 стихи. Если вы не верите, вы не устоите. Вы можете в своей Библии дописать это. Посмотрите еще раз. Господь так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии Сын Римавен. И вот здесь нужно написать следующее. Если вы не будете верить, вы не устоите. Это то, что Бог сообщает народу израильскому, это то, что Бог сообщает Ахазу, это очень серьезная библейская истина. Наша жизнь опирается на какой-то объект, которому мы доверяем. И наша жизнь будет прочной настолько, насколько достоверен объект, которому мы верим, и насколько прочна наша вера этому объекту. Бог обращается к Ахазу и говорит, это очень важно, если ты не будешь верить моему слову, ты не устоишь. Если ты не будешь доверять мне, у тебя нет шансов. Ахаз знал Бога, к сожалению, у него не было навыка упования на Бога. Всю свою жизнь он уповал на людей, игнорируя Яхва, называя царей Израиля и Сирии дымящимися головнями. Бог подчеркивает, здесь он утверждает, через 65 лет Ефрем, то есть северное царство Израиля перестанет быть народом. Так действительно и произошло. Вскоре после этого, это 735 год, вскоре после этого 722 год, ассирийцы захватывают Самарию и все северное царство Израиля, то есть Израиль прекращает свою власть как государство, но в 671 году, то есть ровно через 65 лет, после 735 года, ассирийский вождь Эсархадон, он завершил выселение евреев из Галилеи и Самарии, то есть сначала он поменял там царя, а теперь он вообще весь народ выселил оттуда и заселил туда языческих людей, в результате чего получилась нация, которая стала известна в Новом Завете как Самаряне. Самаряне это были язычники, которые поселились на земле израильской и смешались частично с остатком евреев, которые жили там, и так была окончательно завершена история Северного Царства. Зная эту проблему и понимая особную важность момента, Яхва предоставляет царю особую возможность. Он говорит, если ты не привык доверять мне, он говорит, это так важно, но если ты не привык доверять мне, попроси знамения. Заметьте, как Бог идет ему навстречу. Он понимает, что этот царь, наследник трона Давидова в отступлении, и он хочет его вернуть, и он говорит, я даже готов тебе знамения дать. Посмотрите, 10 стих и продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамения у Господа Бога Твого, проси ли в глубине и сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Вы знаете, Бог редко к кому обращался с таким предложением, но в этом случае, понимая значимость ситуации, Бог идет на особые уступки Ахазу, и он предпринимает особые усилия, чтобы поощрить его веру, чтобы направить его пование в нужную сторону. И вот на удивление Ахаз отвечает, вы удивитесь, отвечает, цитируя Писание. Когда он говорит, не буду искушать Господа, он цитирует, он ссылается на второзаконие, 6 глава, 6 стих. Именно эти слова цитировал Иисус Христос, когда дьявол его искушал, и Христос сказал, не искушай Господа, Бога твоего. Но Ахаз цитирует его совершенно и в том контексте и совершенно неправильно. Эти слова были сказаны во второзаконии оригинально в той ситуации, когда евреи испытывали Господа своим постоянным ропотом против него. Это было выражением их неверия, их недоверия Богу, когда они все время требовали все больших и больших знамений от Моисея. У них было их уже и так очень много, и поэтому Бог им говорит, не искушай Господа Бога твоего. Здесь же ситуация совершенно другая. Здесь он, ссылаясь на эти слова, упорствует в своем недоверии Богу, в своем нежелании уповать или возложить свое упование на Господа. Друзья, каждый из нас, попадая в подобные ситуации, стоит перед таким же выбором. Мы можем полагаться на Бога или Его Слово, или же мы можем полагаться на что-то, что нам привычно на себя, на свою сноровку, на свои связи, на свои возможности, на каких-то людей, которых мы считаем значимыми. Это ключевой вопрос в жизни вообще, в христианской жизни в частности. Как я уже сказал, то, как мы отвечаем на него, напрямую зависит наша с вами жизнь. Отказ Ахаза доверять Богу стоил очень многого, и здесь мы приходим к результату. Отвечая на отказ Ахаза просить у Бога знамения для того, чтобы утвердиться в вере, в доверии Яхва, пророк Исаия обращается ко всему дому Давидову теперь. Давайте еще раз посмотрим 13 и 14 стих. Тогда сказал Исаия «Слушайте же дом Давидов». То есть то он говорил Кахазу, теперь он обращается ко всему дому Давидову, то есть он также говорит Кахазу, но в нем он видит представителя дома Давидова всего, того, кто является наследником обетования. Слушайте дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Дальше говорит «Итак сам Господь даст вам знамение». Вот Дева во чреве примет ради Сына и нарекут Ему имя Иммануил. Когда мы этот стих читаем 14-й вы сразу вспоминаете Рождество, сразу вспоминаете, что речь идет о пророчестве об Иисусе Христе. Это в действительности так и является, но если мы посмотрим на контекст, в котором эти слова были сказаны, то мы увидим немножко несколько других и очень важных граней. Исаия говорит, что так, как ты отказался просить знамение, сам Бог даст знамение, но теперь Он даст его всему народу. Это знамение будет означать, что несмотря ни на что, несмотря на тяжелейшее отступление иудеев, несмотря на отступление дома Давидова, Бог все равно продолжает вести Свой народ. Он все равно продолжает контролировать ситуацию. Как я уже сказал, эти слова известны, потому что их процитировал евангелист Матфей, после того, как он описал известие, принесенное ангелом Иосифу, мужу Марию. Он конкретно указал, что это исполнение пророчества Исаии, что Дева примет традиционно и нарекут ему имя Иммануил. Но на этом можно было поставить точку, если бы не следующие два стиха в седьмой главе. Посмотрите еще раз седьмая глава, пятнадцатый стих. Вот почему я думаю важно вам открыть и держать открытиями ваши Библии и, может быть, здесь подчеркивать и обводить и соединять эти мысли одна с другой. Посмотрите, что он говорит об этом сыне, который родится. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать доброе и избирать худое. То есть речь идет о том, что он достигнет примерно 12-13 лет, когда наступал уровень его взрослости официальной. Ибо прежде, нежели младенец этот будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, о которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. То есть фактически он говорит о том, что родится какой-то ребенок. И через 13 лет после рождения его вот эти два государства, которые тебя сегодня привели в трепет, они будут оставлены обоими царями. То есть это пророчество касается конкретно Ахаза и дома Давидова в то время. Для того, чтобы понять, какое же отношение это имеет к Иисусу Христу, я хочу объяснить вам то, что многие пророчества, которые мы видим в Ветхом Завете, они имеют два или больше объектов, которым они исполняются. И очень часто один в близкое время, другой попозже в другое время. Очень часто первое исполнение маленькое, как бы foreshadowing, или же указывает на большое. Если мы посмотрим, это можно выразить в следующей схеме. Посмотрите, пожалуйста, пророк проповедует и говорит о каком-то одном исполнении, и потом говорит об удаленном исполнении. Мы можем увидеть, это происходит с пророчеством пророка Иоиля. Апостол Петр цитирует его в день Пятидесятницы. Помните, он говорит о том, что дети будут пророчествовать, а излияние Духа Святого. И вместе с тем, он говорит, что солнце превратится во тьму и луна в кровь. Так вот, половина этого пророчества исполнилась на день Пятидесятницы, а вторая исполнится во время Второго пришествия Иисуса Христа. Вот что-то подобное мы видим, что происходит здесь. Давайте еще раз посмотрим пятнадцатый стих седьмой главы. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. Вот это описано в следующей восьмой главе. Посмотрите третий стих. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь на реки ему имя Магершелал Хашбас, ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить отец моя и мать моя, богатство дамаска и добычи самарийской понесут перед царем ассирийским». Имечко, конечно, у него было не позавидуешь сегодня, хотя сегодня тоже очень сложные имена есть. Так вот, его звали Магершелал Хашбас. Надеюсь, никто не займет это имя. Оно означало «спешит грабеж, ускоряет добычу». То есть, Бог повелевает Исаии назвать его второго сына пророческим именем, который указывает на верность Божьего слова, что богатство Дамаска из Сирии будут захвачены сирийцами. И это было Божье знамение. Представьте себе этот мальчуган, его постоянно называли «спешит грабеж, ускоряет добыча». «Спешит грабеж, ускоряет добыча». И это было провозглашение знамения, то, что захватит Бог. Бог допустит, а сирийцы захватят эти два северных царства, северных государства. То есть, Ахаз отказывается просить знамения, чтобы утвердилась его вера. Теперь Бог дает знамение не только ему, но всему дому Давидова. И Исаия, как я уже сказал, и не только он, повторяли эти слова каждый день и много раз в день обращаясь к своему сыну. Но здесь важно отметить несколько деталей. Во-первых, в седьмой главе сказано, что прежде, нежели младенец достигнет понимания достаточного, чтобы отвергать худое и избирать доброе, эти царства будут захвачены. А здесь говорится, прежде, нежели младенец научится говорить. То есть, когда он скажет папа, мама, два-три года примерно. И вот здесь кажется нестыковка. В первом случае 13 лет, здесь два-три года. Но если мы посмотрим на историю, то именно так и случилось. Примерно через три года сирийцы начали свою кампанию против Сирии и Северного Израиля. И через 13 лет, то есть в 722 году, эта кампания была окончательно завершена, когда они поразили и увели в пленных царей большинство жителей. Второе, что здесь важно отметить, это значение слова «дева», которое в Исаии 17-14 переведено как «дева». Это еврейское слово «алма». Его основное значение говорит о незамужней молодой девушке, которая в той культуре всегда подразумевала девственность. В связи с этим исследователи предполагают, что если между 6 главой и 7 прошли годы, то вполне возможно, что жена пророка Исаии, первая жена пророка Исаии умерла, он женится второй раз. На основании чего делают этот вывод? На основании слова «приступил я». Это слово, которое, по-русски это просто слово «приступил к пророчице». Это слово, которое использовали, когда описывали первый сексуальный контакт. То есть, это его была другая жена, скорее всего, первая умерла. Это была дева, которая в данном случае имела пророческую функцию, ребенок, который рожден ею, который стал, был рожден ею. Она, этот ребенок, он нес в себе пророческое слово, скорее всего, именно поэтому она и названа здесь пророчица. Таким образом, мы можем увидеть следующую картину, если мы посмотрим опять на эту схему. То есть, Исаия провозглашает, что Магершелал Хашбас будет знамением для Дома Израилева, но это знамение в полном смысле однажды, еще в большей значимости, будет раскрыто в Иисусе Христе, которое также будет знамением для неверующего Дома Иудина. В обоих случаях это было знамение для недоверявших Бога иудеев. Это знамение дано Самим Богом и у этого знамения главное значение. Оно говорило евреям с нами Бог. И вот здесь мы подходим к заключительному элементу истории. Посмотрите, он говорит, что родится сын, которого будут называть Иммануил. Ну, смотрите, ни Магершелал Хашбас не был назван Иммануилом, ни Иисус Христос, сын Марии тоже не был назван. Его назвали Иисусом. И сам ангел сказал назови Иисусом. То есть, здесь речь идет о том, о той репутации, которая будет вокруг этого ребенка. О том, что когда этот ребенок рождается, это подтверждение того, что Бог не покинул Израиль. Что Бог продолжает вести Израиль. Посмотрите, седьмая глава. Мы возвращаемся к этим стихам. Итак, Сам Господь даст вам знамение, седево, ващею, примет ради сына, и нарекут ему имя Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, то есть разделения царств. Наведет царя сирийского, того, которого он хотел купить. И будет в тот день, даст знак Господь мухи, которые при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской. 19 стих. И прилетят, и усядутся все они по долинам опустилым, и по расселенным скалам, по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки царем ассирийским голову и волосы на ногах и даже отнимет бороду. То есть Бог говорит, я дам знамение, ты не хочешь просить знамение, я теперь дам знамение, в связи с тем, что ты отказываешься уповать на тебя. Оба царя, которые тебе угрожают сегодня, будут лишены своего царства, это точно, ты их боишься, они будут лишены. Тот, которого ты хочешь купить, но вот этот в действительности представляет собой реальную угрозу. Более того, Бог наведет этого царя, Он даст знак этой мухе и этой пчеле. И они прилетят и усядутся, и посмотрите, фраза «обреет Господь». В то время быть побритым считалось великим, великим посрамлением. Это означалось подчинить кого-то. Помните эти люди, которые пошли к Амалику, чтобы выразить сочувствие царю, у которого умер отец. И помните, как их там обрили им бороды, остригли им бороды. И это вызвало новую войну, потому что это было унижением. То есть, вот здесь пророк говорит, в тот день Господь обреет, даже отнимет бороду. Далее следует описание экономического ущерба, которое нанесет иудеи это войско. Это конец седьмой главы. Но в восьмой главе мы читаем продолжение этой истории. Очень интересно. Пятый стих. И продолжал Господь говорить ко мне, это уже после рождения второго сына. И сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо. Силаам это речка, которая здесь источник Силаам был в Иерусалиме. И восхищается Рецином, и опять-таки смотрите, он не называет этого царя Ефремова по имени, и сыном Рималииным. Наведет на него Господь воды реки бурные и большие царя Ассирийского со всею славой и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих и пойдет по Иудее, то есть не только по северному Израилю, и высоко поднимется, дойдет до шеи, и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли твоей и дальше Эммануил. Вот для того, чтобы понять эти слова, нужно понять и нужно знать историю. В действительности вскоре после этого, через несколько десятков лет Ассирийское царство двинулось дальше, и они захватили всю Иудею, кроме города Иерусалима. История царя Езекий подробно описывает это, если мы дойдем до 36 главы, Господь если позволит, то мы будем касаться этой истории. Вот заметьте, здесь написано «Дойдет до шеи твоей, а голову не поглотит». И вот почему здесь сказано «Эммануил, Господь все-таки с вами», даже несмотря на все сложности, в которых находился, даже несмотря на их собственные провалы, несмотря на их неверность. Этот знак говорит, что Господь с вами. У нас есть карта, на которой мы можем увидеть, как продвинулись Ассирийцы. Смотрите, вот это Неневия, это столица Ассирии, вот они захватили сначала вот так вот все, а потом прошли, захватили все, Египет, Вавилон, все захватили, кроме Иерусалима. Иерусалим остался единственный город, который не был захвачен этими людьми. Примерно что-то подобное произошло тогда, когда Иисус Христос пришел на землю, это в действительности было знамение, и в тот раз даже Иерусалим был разрушен, но Божья верность восторжествовала в явлении Сына Божьего Иисуса Христа, и более того, победа Иисуса Христа, совершенная им на Голгофе, стала основанием для новой надежды не только для Израиля, но и для всех, кто в Иисусе Христе. Вот почему Исаия завершает эту часть следующим утверждением. Восьмая глава, одиннадцатый стих. Хаббатак говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем этого народа и сказал, не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. То есть, вот этих двух царей. Господа Саваофа, его чтите свято. Он страх ваш, он трепет ваш, его бойтесь. Далее он продолжает шестнадцатый и семнадцатый стихи. «Завяжи свидетельство и запечатай откровения при учениках моих. Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Яковлю, и уповаю на него». Он идет в тумане, он понимает, что народ идет через сложнейший период, но знает, что больше не на кого уповать. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы немножко привязать это к нашей практике жизни. Ахаз мог уповать на Бога, опираясь на Давидов Завет, Завет, который Бог заключил с его праотцом, прадедом Давидом. К сожалению, вместо того, чтобы уповать на Бога, Ахаз избирает упование на людей. Не служа Богу и не зная силы Божьей, которой можно довериться, Ахаз так и не обрел внутренней прочности. Он так и не стал, не обрел эту силу для того, чтобы противостать вызовам, с которыми ему пришлось столкнуться. В отличие от Ахаза, у нас сегодня, друзья мои, есть более значимые Божьи обетования. И эти Божьи обетования, мы можем на них уповать. Это обетование Нового Завета. Опять-таки, Новый Завет не как вторая половина Библии, а Новый Завет это Божий договор, в который Бог вступил со всеми нами в лица Сына Своего Иисуса Христа на Голговском кресте. И этот договор еще более силен, чем тот договор, который был у Бога с Давидом. Этот завет, на который мы можем полагаться сегодня, каждый из нас. Я говорю это к себе прежде всего, и каждому из нас. У каждого из нас наступает момент, и может быть сегодня, когда колеблется сердце от чего-то. Когда ты смотришь на что-то, и что-то выбивает тебя из колеи. Так вот, благодаря Новому Завету я хотел бы перечислить несколько обетований, которые есть у нас. Их много, я только несколько из них перечислил перед тем, как мы помолимся. Первое. Бог любит нас так, как Он любит Своего Единородного Сына. Почему? Потому что завет заключен на Голгофе. Не потому, что мы сегодня хорошие. Не потому, что сегодня происходит что-то, что особенно располагает Бога к Его любви к нам. Нет. только потому, что произошло на Голгофе. На Голгофском кресте Бог заключил договор со Своим Сыном, и этот договор подтвержден Его жертвой, Его кровью. Это договор принят, эта жертва принята Богом. Это было подтверждено в воскресении Иисуса Христа. Это все имеет печать, историческую печать. Римлянам 8,38 сегодня читали «Бо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь». Помните, какой-то тварь, которая пытается лишить, отлучить вас от любви Божьей. Описано, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе наш. Это первое. Первое обещание Нового Завета. Нам просто нужно это помнить. Второе. Благодаря Новому Завету Бог организует все обстоятельства нашей жизни, достигая нашего наивысшего блага преображения в образ Иисуса Христа. Здесь же в этой главе Римлянам 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Описано благо. Через эти обстоятельства Бог достигает нас большей свободы, большей радости, большего мира, которое приходит от Христа. Третье обетование Нового Завета. Мы безопасны в Божьих руках. Нам кажется, что угрожает опасность, что что-то идет не так, что что-то выходит из-под контроля. Иоанна, 10 глава, 27 стих, Иисус сам сообщает нам, говорит, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Это обетование Нового Завета. Кроме того, обетование Нового Завета говорит о том, что Бог гарантирует, что Он доведет нас до вечности. Филиппийцам 1, 6, Будучи уверен в том, что начавшее в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Еще одно обетование выражается в том, что проводя через трудности Бог не даст нам испытания сверхсил. Посмотрите, пожалуйста, на эти. Их намного больше. Я здесь только пять поставил. Их намного больше. Для каждого из нас очень полезно их знать, их помнить. И самое большое возвращаться к ним. Возвращаться от сердца. Возвращаться с тем, чтобы мы могли видеть, это нам пообещал Бог и гарантировал этого Иисусе Христе. 1 Коринфянам 10, 13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Это только некоторые из многочисленных обетований, которые мы имеем во Христе. Там же написано, что в нем мы имеем радость, в нем мы имеем мир, в нем мы имеем настоящую надежду, смысл и цель жизни. Этот список можно продолжать очень долго. Возможно, сегодня в вашей жизни сгущаются тучи, подобно тому, как это было в жизни Ахаза. Возможно, сегодня у вас в сердце какое-то беспокойство. Изберите сегодня упование на Господа, уповая на Новый Завет, и вы обретете прочность, чтобы выстоять и правильно пройти определенный вам Богом путь. Мы слоним сейчас наши колени и помолимся Господу об этом. Возьмите несколько минут и побудьте наедине с Господом в молитве. Принесите к Нему ваше сердце. Возьмите Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам особую, совершенно незаслуженную благодать, благодать выразившуюся Твоем Сыне, который пришел на землю, умер за нас на Голгофском кресте, и Ты благодаря Новому Завету сделал нас частью, частью Сына Твоего, частью Тебя самого, частью этого обещания, которое Ты дал, которое Ты оставил каждому из нас. Я прошу Тебя, Господи, поддержи нас сегодня. Благослови, Господи, чтобы каждый из нас вспоминал об этом Завете регулярно, каждый день, снова и снова, даже тогда, когда сердце сжимается от чего-то, даже тогда, когда обстоятельства, которые нас окружают, они не предвещают ничего хорошего, чтобы мы могли посмотреть на то, что Ты сделал в Своем Сыне, на то, что Ты обещал через Своего Сына, и чтобы это дало нам прочность внутри, чтобы это сделано сильным и в Тебе. Господи, мы нуждаемся сегодня именно в этой силе, которая приходит только от Тебя, не от людей, даже от самых значимых и сильных, которые обязательно подведут, но только Ты, тот, кто верен, тот, кто доказал свою верность с жертвой на Голговском кресте, тот, кто обещаешь эту верность и неизменность своей любви, помоги, Господи, нам сегодня утвердиться в этой верности, чтобы, следуя за Тобой, мы в действительности могли питаться и жить силою Твоею, которой мы можем преодолевать все сложности, которые Ты допускаешь в нашей жизни. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. 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 Продолжение следует...